Здравствуйте, друзья! Нет предела изобретательской мысли авиаконструкторов, на чем только люди не летали. Давайте глянем на самые странные самолеты, от бескрылых до надувных. Представляем вам 5 самых странных самолетов в истории авиации. Надувной самолет. В 1955 году американская армия сделала компании Goodyear Aircraft Company заказ на проект надувного спасательного самолета. По замыслу военных, самолет должен был сбрасываться на землю при помощи парашюта в жестком контейнере объемом всего 1,25 кубометра, а при приземлении надуваться в течение нескольких минут. Несмотря на кажущуюся на сегодняшний день абсурдность самой идеи, Goodyear успешно справился с проектом в рекордные сроки за 12 недель. Надувный самолет выпускался в двух модификациях – одноместный ГА-468 и двухместный ГА-466. Две модификации различались размахом крыльев, длиной, мощностью двигателей – 40 л.с. и 60 л.с., скоростью в 116 км и 110 км в час и дальностью полета в 630 км и 443 км. Практический потолок полета для обоих модификаций составил 3000 метров. Взлетный разбег – порядка 80 метров. Первый полет состоялся 13 февраля 1956 года. Всего за год существования проекта было выпущено 12 самолетов. Во время одного из испытательных полетов произошла авария, в результате которой погиб пилот-лейтенант Уоллес. В целом проект оказался нерентабельным. Безопасность надувных самолетов оставляла желать лучшего. Полностью проект был закрыт в 1973 году. «Гоблин». В 1941 году из-за неудач в Тихоокеанской войне перед армией США возникла необходимость в создании сверхдальнего бомбардировщика, который мог достичь территории противника, а после выполнения боевой задачи вернуться обратно. Этот проект за годы войны так и не был осуществлен. Шестимоторный бомбардировщик «Конвоир Б-36» появился уже в 1946 году. Параллельно с разработкой бомбардировщика был также объявлен конкурс на проект истребителя сопровождения. Из всех предложенных на рассмотрение вариантов, наиболее реалистичным оказался проект компании «Макдоналд». Компания предложила истребитель паразитного типа, который бы все время полета располагался внутри бомбардировщика, а в случае угрозы мог бы выпускаться наружу через бомбоотсек. После отражения атаки истребитель ловился на сложную трапециевидную конструкцию и затягивался обратно в бомбардировщик-гигант. Несмотря на кажущуюся инновационность, эту идею нельзя назвать новаторской. За 20 лет до появления конвоир Б-36 подобный метод был опробован на дирижаблях. В целом сам проект «Макдоналд FX-85 Гоблин» оказался вполне успешным. С августа 1948 года самолет прошел через несколько испытательных полетов, в ходе которых выяснилось, что главная проблема была не в самом самолете, а в узлах крепления и сложности стыковки с самолетом-носителем. За свою форму «Гоблин» был также назван «летающим яйцом». Он до сих пор остается самым маленьким истребителем за всю историю авиации, длиною в 4 метра 53 сантиметра. На него было потрачено более 3 миллионов долларов. Но после изобретения системы дозаправки в воздухе, надобность в нем отпала. Летающие ванны. Разработка бескрылых летательных аппаратов была связана с желанием НАСА создать управляемую капсулу для возвращения астронавтов на Землю. Многочисленные испытания и расчеты подсказали оптимальную форму для таких челноков. Неправильный конус. При обтекании корпуса на высоких скоростях при сходе с орбиты, разница давления на нижнюю и верхнюю части аппарата создает подъемную силу, которая положительно сказывается на управляемости самолета. По внешнему облику все пять проектов НАСА были примерно одинаковыми. Нос самолета имел остекление в нижней части для лучшего обзора. По форме это всегда был полуконус с двумя вертикальными килями без внешних элевонов. Рули направления использовали также в роли тормозных щитков. Всего за три года проведения испытаний было произведено более 400 подъемов аппаратов с Земли и около 80 полетов за самолетами. Проект был вполне успешным, но с начала проекта «Шаттл» надобность в этих мини-челноках отпала. Беременная гуппи. Космическая программа США двигала вперед и авиастроение. Стремительная технологическая гонка требовала больших объемов перевозок для строительства космодрома на мысе Канаверал и доставки на него частей ракет. Обычные транспортные самолеты для этих целей подходили плохо. Грузы были тяжелыми и нестандартными по форме. Проект более вместительного и грузоподъемного транспортника было поручено разработать Боингу, и он был осуществлен за год. За основу был взят Б-377 Stratocruiser модификации 1947 года. Фюзеляж самолета расширили более чем на 5 метров, увеличив грузовой отсек. В результате самолет приобрел весьма необычные обводы, получив наименование 377 ПГ. При этом буквы ПГ переводились как пергонант гуппи, беременная гуппи. Грузоподъемность нового самолета доходила до 26 тонн. Позднее модель самолета была модернизирована до супергупи, которая могла доставлять груз в четверть сотни тонн на расстоянии до 1000 км со скоростью 430 км в час. Беременные гуппи летали до 70-х годов, когда им на смену пришли схожие модификации – Боинг 747 и Аэробус А300. Самолет-турбина В рамках операции «Скрепка» в США было доставлено множество перспективных ученых. Среди них был и немецкий авиаконструктор Александр Липиш, создатель реактивного перехватчика Мессершмитт МЕ-163. Липиша отличал поистине уникальный взгляд на авиастроение. Он работал на США, но в 1967 году ему удалось вернуться в Германию. Фирма «Дорниер» пригласила Липиша для дальнейшей разработки его старого проекта – поршневого беспилотного самолета «Аэродайн». Конструктор проводил консультации для инженеров, проектирующих аппарат, известный как «Дорниер Е1». Работа над проектом велась с 1968 года по 1971 год. В 1972 году «Дорниер Е1» успешно прошел взлетные испытания, продемонстрировав мягкий набор высоты и минимальные дефекты при приземлении. Несмотря на успешность, проект так и не был поставлен в серию. «Бундесвер» потерял к нему интерес после решения использовать для разведки пилотируемые самолеты. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. А если понравился ролик и хотите дальше смотреть мои видео, то рекомендую вам подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми знать о выходе новых роликов. Хотел бы вас попросить поставить лукас. Вам не тяжело, а мне стимул для выпуска новых видео. Всем добра и успехов!